Сегодня мы продолжим рассказывать про производные категории когерентных пучков И сейчас, в данный момент, я обещал кое-что со вчерашнего раза Давайте напомню, что было вчера Хорошо, но по симпатическую, может это потом будет? Будет, будет, да, после обеда Значит, в прошлый раз мы смотрели на производные категории когерентных пучков На гладких проективных многообразиях И, собственно говоря, с точки зрения зеркальной симметрии Я говорил, что это категория Debran типа B В Sigma модели, связанной с X Она типа B, связанная с X Значит, мы на прошлой лекции видели, что С одной стороны, существуют разные многообразия Неизоморфные многообразия X Неизоморфно X' Такие, что производные категории когерентных пучков эквивалентны А это с одной стороны А с другой стороны, во всех примерах и гипотетически Таких многообразий всякий раз только конечное число То есть, на самом деле, это достаточно редкая ситуация И это очень редко Да, это одно из В каком-то смысле, значит, я просто хочу сказать Что на самом деле, со многих точек зрения Производная категория когерентных пучков Более важный объект, чем само X Значит, и То есть, в каком-то смысле, это центральный объект А X сам можно воспринимать как, ну, условно говоря, систему координат Которые на этот объект вы накладываете И этих систем координат, в общем, бывает очень мало Это также верно с точки зрения того Когда мы говорим про некоммутативную геометрию То, собственно говоря, с точки зрения большинства людей Что такое некоммутативная геометрия Это более-менее вот это вот То есть, это вот Вот это вот легко Легко обобщить Легко Обобщить На некоммутативную Некоммутативный И еще к этому также добавляют Можно рассматривать не только некоммутативные многообразия Но, естественно, также рассматривать и то, что называется ДЖ-многообразие То есть, они еще в каком-то смысле производные Ну, примерно, как если у вас есть Часто появлялось в разных науках не многообразие А, например, такая, скажем, симплециальное многообразие Если хотите Вот То есть, это один из аналогов того, что можно назвать ДЖ-многообразием Дифференциальным То есть, такой производный вариант многообразия И производный вариант самого многообразия Значит, тем не менее, давайте чуть-чуть вернемся И меня вот как раз в конце прошлой лекции попросили Объяснить вот про гомологии и когомологии Хокшильда Связанные с многообразиями и производными категориями И действительно, это стоит, наверное, сказать несколько слов про это А именно, для любого многообразия Х Вы можете определить Давайте определим некоторую алгебру биградуированную Определим биградуированную алгебру HHA, скажем, ИК Следующим образом Рассмотрим Произведение Х на себя И рассмотрим здесь диагональ И определим алгебру следующим образом Это будут эксты Итые эксты Из структурного пучка диагонали В другой пучок, который тоже сосредоточен на диагонали Ну давайте вот это вот вложение диагонали, которое есть Х Сюда обозначим буквочкой И И другой пучок И со звездочкой Омега Х В степени Тензорной К Ну то есть при К, например, равном нулю Это сам структурный пучок диагонали То есть у нас есть Х на Х У нас есть диагональ И у нас есть Может на диагонали Может быть некоторое линейное расслоение На этой диагонали Но не абы какое А всегда кратность конкласса Та или другая кратность конкласса Вот можем определить такую алгебру Ну и легко определить здесь композицию этих Учитывая подкрутку Так же как структура Определяется градуирная алгебра На сечениях степеней линейного расслоения Значит, вот такую алгебру мы можем определить И нетрудно показать Следующую вещь Что если производные категории Когерентных пучков двух многообразий Эквивалентны Давайте это здесь от Х напишем То отсюда следует Что вот эти алгебры Изоморфны Ну откуда это следует Собственно говоря Что такое структурный пучок диагонали С точки зрения функторов Из Х в себя Это тождественный функтор Понятно, что если у вас есть Какая-то эквивалентность Между категориями Ну она вот у нас Если помните Представляется всегда объектом На произведение То вы можете Условно говоря Ясно, что Вы можете Устроить эквивалентность Между произведением Иксов И произведением Соответствующих Штрихованных Иксов И эту эквивалентность Вы можете устроить В виде сопряжения Так вот Если вы возьмете Такую эквивалентность Которая как бы происходит Из такого сопряжения С помощью эквивалентности Между Иксом и Икс штрихом То легко видеть Что эта эквивалентность Будет сохранять Вот все Будет сохранять Естественно Тождественный функтор Но также будут сохранять Вот все эти Объекты Все эти функторы Задаваемые этими объектами Потому что на самом деле Это то, что называется Степени функтора СР Это степени Функтора СР Я его там Не определял По-моему На лекции Ну давайте я скажу Что функтор СР Из категории Д В себя Это такой Такая автоэквивалентность Для которой Выполнено Следующее свойство Что для любых Двух объектов Хом из А в Б Изоморфен Хому Из Б В С от А Со звездочкой Двойственное пространство Это работает Когда пространства Конечномерны Значит у нас Проективное многообразие Поэтому все пространства Конечномерны Так вот Функтор СР Если он существует То он всегда единственный С точностью До канонического Изоморфизма И в случае Гладкого проективного Многообразия Функтор СР Это есть Подкрутка На канонический класс И Ну сдвиг еще На самом деле На размерность Многообразия То есть собственно говоря Вот если здесь К стоит Единички Равно То вот этот объект Это фактически Функтор СР Ну с точностью До сдвига В триангулированной категории Поэтому он тоже Инвариантен Ну и все степени На самом деле Инвариантны Получаем что Вот эти две алгебры Они у нас Оказываются Изоморфными Если многообразие Являются Фурье-Мука И партнерами Ну давайте посмотрим Что отсюда следует Ну например Мы можем подставить К равное нулю То есть рассмотреть Эксты Из структурного пучка Диагонали В себя Значит в случае Когда К равно нулю Мы получаем То что называется Кагомологии Хохшильда Значит Это будут Кагомологии Хохшильда Ну а как они Как они выражаются Значит на самом деле Для этого Это нетривиальное утверждение Я бы сказал Глубоко нетривиальное утверждение Я не хочу говорить Кто его доказал Потому что Разные люди Его доказывали Там Существует Такое Чтобы никого не обижать Я сейчас не хочу говорить Кто его доказал Значит Но утверждение такое Что вот это вот Как выразить Собственно говоря Эти эксты Через что-то нам Знакомое Оказывается Эти эксты Изоморфны В следующей сумме Сумма По П и Ку П плюс Ку Равная И Скажем П этой Кагомологии От внешней Кутой степени Касательного Расслоения На иксе Тензорно На омега К Да Сейчас посмотрим Если К равно нулю Я просто Значит Первое утверждение Вот это Глубоко нетривиальный факт Вот это Ну Это вырождение Некоторые распадения Некоторой спектральной Последовательности Не буду сейчас Об этом говорить Вырождение Значит Вот Значит Это общее утверждение И теперь действительно Посмотрим К равное нулю Подставим Ну Если К равное нулю То мы получаем Что у нас Значит Это будут у нас На самом деле Вот это Значит H А И 0 Это на самом деле Гомологии Хохшильда И От Икса Ну и они получаются У нас равными Значит Здесь стоит сумма П плюс Ку Равное И HP Лямбда Ку Тх Ну например Ну нулевые Кагомологии Хохшильда Это просто Сечение Пучка Структурного О Это просто Константы Для гладких Наших Проективных Многообразий А Там Можно Смотреть Первые Кагомологии Часто интересуются Вторыми Кагомологиями Почему Хохшильда Потому что Вторые Кагомологии Хохшильда Они Описывают Ну Инфинзимально Описывают Деформации Вашего Многообразия Деформации Вашего Объекта Ну вот Например Вторые Кагомологии Хохшильда Икса Тем самым Чему Получаются Равны Они Получаются Равны Очень Интересные Штучки Это H2 H2OX H1OX Плюс H1 От T Плюс H0 От Лямбда 2 Т Ну вот Можно На это Взглянуть И Надо Сказать Это Вот Даже Уже Вот Взгляд И Анализ Того Что Здесь Написано Вам Дает Некоторые Интересные Знания Ну Например Вот Есть Такая Компонента H1 От Здесь Внутри Находится Что Такое H1 От Это Нужно Знать Другую Теорию Кадаира Спенсера Деформации Многообразий Который Говорит Что H1 От Это В Точности Касательное Пространство К деформациям Самого Многообразия Ну Естественно Да Если Вы Деформируете Многообразие Вы Деформируете Вашу Производную Категорию Что В общем То Понятно Почему Это Сюда Куском Входит Но Замечу Что В отличие От Многообразия Которые Деформации Которого Ограничивается H1 От Т У вас Здесь Стоят Два Других Член Которыми Тоже Можно Придать Смысл Откуда Они Берутся Ну Например Вот Это Что Такое H0 Лямбда 2 От Это То Что Называется Скобка Пуассона То Есть Сечение Сечение Внешней Степени Второй Касательного Расслоения Это Называется Скобка Пуассона Там Еще Требуется Условие Чтобы Наверное Она Была Замкнута То Это Это Уже Препятствие В Третьей Когмологии Хокшильда Да 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 Совершенно Все Это Есть Скобка Пуассона Значит Ну Голоморфная Скобка Пуассона Там Понятно В зависимости От того В какой Ситуации Вы Находите То есть В какой Жизни Вы Живете Если У вас Голоморфная Ситуация У вас Голоморфная Касательное Расслоение Если У вас Ситуация А бесконечность Там Скажем То есть С Ну С Бесконечность Там Просто Гладкая Многообразие Значит Просто Касательное Расслоение В обычном Смысле Так Дифференциально Геометрическом Это Всегда Внешняя Степень То есть Всегда Сечение Внешней Степени Касательного Расслоения Скобки Пуассона Описывают Некомутативные Деформации На самом деле Вашей Системы Что Тоже Естественно Здесь Потому Что С точки Зрения Производной Категории Я В общем Неважно Много Комутативное Многообразие Или Некомутативное Некомутативное Многообразие Тоже Есть Производная Категория Вот И Интересен Вот еще Этот Момент H2O От X Значит Что Это Такое Это На самом деле Касательное Пространство К Деформации Вашего Многообразия Как Джерба То Что Называется Джерб Ну Есть Такое Понятие Джерб Который Такой Очень Частный Случай Специального Стэка O X Джерб Вот Это Его Джерб Деформации Вот Все вместе Складывая Получаются Вторые Кагомологии Хокшильда Которые Дают Деформации Вашей Категории Левый член От Да 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 То есть Если Дифференцируем Многообразие Зафиксировано А комплексную Структуру Мы Меняем Вот Это Изменения Это Такие Маленькие Изменения Инфидемальными Комплексной Структуры На данном Дифференцированном Многообразии А теперь Говорится H2OX Я Считал Что H2OX Это Вот Что Такое Это Это Препятствие Гладкости А А что Ну ладно Потом поговорим О Дифференцированном Хорошо Значит Ну это я Вот на этом я дальше останавливаться не буду Я просто так сказать Это как бы так прокомментировал Значит Ну вот что мы получаем Ну естественно получаем Что к гомологии Хокшильда Этих двух многообразий Они эквивалентны Изоморфны Значит К гомологии Хокшильда Если многообразие Фурье-Мука И партнеры Да Вот Теперь вы можете Другое К рассмотреть А Ну давайте вернее Даже рассмотрим Теперь Не К То есть вот у этой Биградуированной алгебры Можно фиксировать Другие Как бы Оставлять Ну фиксировать Какое-то число И оставлять Одно другое Позволять Меняться Да Ну например Какое мы можем Мы можем например Сделать следующее Давайте зафиксируем И равное нулю Положим Что тогда мы получим Ну Х А Ноль К Это получится Тогда Просто сечение Сумма Пока Да Вот здесь Конечно было написано Неправильно Потому что здесь Не только Пэйку Значит Пэйку Равно И Да Ну а Ну правильно Да Значит Я извиняюсь Давайте рассмотрим H0 Со звездочкой Вот так я напишу Это есть сумма H А Ноль К А это есть Значит пока А это Есть сумма Пока Чего Ну просто Сечений На Иксе Омега Икс К Правильно Правильно Значит у нас Получается Ну Такая К бегает Замечу Не только положительно Но и отрицательно Она у нас куда угодно Здесь То есть я не ограничивал К в этом смысле Значит В зависимости от этого У нас получается Ну либо каноническая алгебра Многообразия Либо антиканоническая Алгебра Многообразия Вот Отсюда видно Значит что они Изоморфны Значит если Опять Если Х и Х штрих Фурье, Мука и партнеры То их Канонические Или антиканонические Кольца Алгебры Изоморфны Отсюда легко Вывести ту теорему Которую с Бондалом Мы доказывали Говорящую о том Что Многообразие фана И многообразие общего типа Восстанавливаются По производной категории Ну почему Ну потому что Если у нас есть Два разных Многообразия Например фана Тогда Берем антиканонические Алгебры Они изоморфны Но прош Этой антиканонической Алгебры Из-за того что Пучок у вас Обилен Это и есть Ваше многообразие Получается что Они изоморфны Многообразие Понятно да И наоборот В каноническом случае Если Омега и Х Обилен Получаются Канонические Алгебры Изоморфны Значит Отсюда следует Прош От них Это и есть Ваше многообразие Многообразие Восстанавливается Поэтому Понятно Это одно из таких Доказательств Которые Неконструктивные В том смысле Что Но оно И позже Появившееся Но оно Тем не менее Сразу вам Наглядно Поговорит Почему это Так Вот Ну более того Оно работает Во всех случаях То есть Это утверждение Про каноническо-антиканонические Алгебры Оно работает В тех случаях Вот Еще интересно Здесь Поставить К Равные Единицы Если мы Подставим К Равные Единицы На самом деле Мы получим Гомологию Хокшильда Ну а Абстрактно Гомология Хокшильда Это Торы Значит Из Структурного Пучка Диагонали С собой На На Иксе Но Как раз Можно увидеть Что это То же самое Что Преобразование Из Тождественного Функтора В Функтор С Вот То есть Это При К Равном Единице Мы получаем Ну с точностью До сдвига Вот Этой Перенумерации Гомологии Хокшильда Значит Если мы Перенумеруем То Значит Мы Знаем Естественно Вот эту Формулу Что Если Канонический Класс Подкрутить На Омега Х То Мы Получим Нечто Что Выражается Через Омегу Наоборот Через Формы Это Будет Внешняя Н Минус Первая Степень Омеги Один Соответственно Вот если Вы там К Рассмотрите Единицы Сделайте Соответствующие Преобразования То Вы Получите Следующую Вы получите Алгебру Которая Есть Давайте Чтобы я Тут Не ошибся В индексах Я взгляну А у меня Здесь тоже По-моему Этого не написано Ну Неважно Значит Вы получите Следующее Прямую Сумму По P X Омега Q Но здесь P Минус Q Равно И То есть Это то Что Значит Это когмология Хокшильда Это на самом деле Вертикали Ромбика Ходжа Вот у вас Есть ромбик Ходжа Здесь стоит Скажем Нулевая Когмология Здесь стоит Ну Вот здесь Находится Там скажем Н Экогмология Да Вот Но Вот у вас Есть вертикали Ромбика Ходжа Это средняя вертикаль Вот Так вот Вертикали Ромбика Ходжа Это как раз И есть Если их Просуммировать Вот что Здесь написано Это написано При И равном Нулю Вы У вас P Равно Q То есть У вас Сумма По P Равному Q Это Получается Средняя вертикаль Ромбика Ходжа Это Нулевые Гомологии Хокшильда Значит Вот это Вот Есть В точности Гомологии Ит Гомологии Хокшильда Вашего Х Если И равно Нулю То это Нулевые Гомологии Да Совершенно Верно Ну тут Вот Соответствующий Сдвиг происходит Значит Нулевые Гомологии Это Которые Здесь Значит Гомологии Хокшильда У многообразия Могут быть Положительными Или Отрицательными Ничего Страшного Бывает Ну из-за Того Что Оно Как раз Не Афинное У афинного Такого Не было У алгебры Такого Не может Быть У них Всегда В одну Сторону А тут Проективные У вас Есть Ту И в другую Сторону То есть У вас Есть Отрицательные Исканоль В Нулевые Гомологии Хокшильда Который Называется Характер Черна Вы Всех Себе Прекрасно Понимаете Вот Исканоль Он Попадает В Вертикаль Ромбика Ходжи В среднюю Характер Черна Из старших Чего Они Это Я не знаю Это Вот Да Я боюсь Там Все сложнее Вот Значит Соответственно Что мы получаем Ну вот При К равном Нулю При К равном Единице Мы получаем Гомологии Хокшильда И получаем Что Гомологии Хокшильда Естественно Равны Если Многообразие Фурье Мука И партнера То они Тоже Равны Значит Замечу Что Все это Векторные Пространства На С Значит Все это В данном Случае Ну Над вашим Байсным Полем По крайней мере Давайте Будем Сейчас Считать Что Над С Вот Но На самом Деле Вы можете Что-то Сказать И про Значит Решетки Но Не решетки Над З А решетки Векторное Пространство Над Ку А именно Если у вас Х И Фурье Мука И Партнеры Х Икс Икс Штрих Фурье Мука И Партнеры То вы Можете Сказать Указать Изоморфизм На самом деле Между Кагомологиями Икса Над Кагомологиями Икс Штрих Над Ку Только Здесь Нужно Понимать Что Когда Я пишу Этот Изоморфизм Он Неградуированный То есть Правильнее Было бы Написать Так Давайте Я Сложу По Всем И И И здесь Сложу По Всем И У меня Будет Такой Изоморфизм Значит То есть У меня Будет Изоморфизм Между Кагомологиями Рациональными Который Уважает Вертикали Ромбика Ходжа Но Совершенно Не уважает Горизонтали Он их перемешивает Здесь имеется ввиду Какие гомологии Как бы уже Топологические Да Обычные Совершенно верно Да Обычные гомологии Ну это легко построить Опять же Из-за того Что у вас есть функтор Который задается Фи И Который задается Объектом на произведение Значит Е У вас Объект На произведение Х на Их штрих Который задает Эквивалентность Между категориями То вы должны просто взять Характер черна Вот этого Е На произведении Подкрутить на класс Тодда Одного многообразия Корень из класса Тодда Корень из класса Тодда Другого многообразия Назвать это Элемент Е Эпсилон Скажем По определению И тогда Отображение Значит На гомологиях Которые есть Поднятие Умножение На это Эпсилон И спуск Будет как раз Вот этот Фи Фи Эпсилон Будет как раз Осуществлять Вот этот вот Изоморфизм Нет Который вообще Все просто Словом говоря Если у вас Эквивалентность Категории То сразу Получается Отображение На К-группах Тут вообще Нет никакой Проблемы Вот Значит Просто я хочу Сказать Ну вот Тем не менее Вот этот Вот Значит То есть У нас есть Изоморфизм На рациональных Кагмологиях Уважающих Структуру Вертикали Ромбика Ходжи В этом случае Сохраняющую Структуру Вертикали Ромбика Ходжи Да Вот эта вот Алгебра Которая В случае Парма Или Так сказать Общего Типа Которая Как Прош Устанавливается Да А если Я Сказал Не знал Что там У меня Откуда У меня Белать Алгебра Я беру Ее Прош Да Иногда Это Будет Что-то Малоприятное Да Нет Ну Прош Всегда Можешь Взять Да Если Она У тебя Коммутативная Да Не Не Она Коммутативная В данном Случе Да Да Нет Что У Нагази Деформация Коммутативная Как Это Получилось Что Место Прош Нет Если Ты возьмешь Прош Каноническое Кольцо Значит Собственно Говоря Одна из Главных Гипотез Биррациональной Геометрии Состояла В том Что Каноническое Кольцо Конечно Порождено Это Вот Собственно Та гипотезу Которую В частности Вот эти Ребята Хэкона Макерном Доказали Вот Потому Что Ну Естественно Вы хотите Построить Минимальную Модель Ну Предположим Там Многообразие Ну Там Есть Разные Тонкости Как раз Связанные С тем Что Если Оно Фана То Бери Не Бери Каноническое Кольцо Оно Тривиальное Там Ничего Его Не Возьмешь Но Если Оно Близкое К Общему Типу То Как Построить Минимальную Модель Казалось Наивно Ну Чего Может Быть Проще Взял Каноническое Кольцо И взял От него Прош Это И есть Минимальная Твоя Модель Все Закончил Строительство Как Ну Это Получается Что-то Совсем Совсем Плохое А Другое Что Ты Хотел Все Так Получить Нечто Что Не Такое Ужасное С точки Зрения Особенностей Потому Что Абстрактный Прош Который Ты Возьмешь Может Оказаться Что-то Совсем Совсем Плохое А Ты Хотел Найти Минимальную Модель Все Так С Какими Приличными Особенностями Ну Вот Это Называется Терминальные Особенности И прочее Поэтому Там Возникает Вот Это Большая Сложная Теория Всего Этого Хозяйства Вот Ну Конечно Так Абстрактно Ты Ну Вот Можешь Взять Прош Чтобы Это Не Было Да От Этого Значит Как Такую Схему Ну И Что И Что Дальше Ты Предлагаешь Рассмотреть Не Что-то Непонятно Как Глядя На Эту Имеем Возможность Рассматривать Прошло Увидеть Что Есть Что-то Непонятивное Вот Пусть Я Продеформируемся Из обычного Могобразия Непонятивное Да Не знаю Что это Такое Предположим Не я А ты Да Да Потом По ней По этой Уже Непонятивное Могобразие Построил Алгебра И там Да Как я Знаю Что Она Ну Вот Она Может Оказаться Условно Говоря Значит Действительно Ты совершенно Правильный вопрос Задаешь Он достаточно Тонкий Он стоит В том Что Когда ты Рассматриваешь Вот эти Значит Кагомологии Степеней Касательного Расслоения Ты должен После этого Научиться Вводить Структуру Алгебры Они Вообще Так Вот Просто так Они Не Не компонируются Ну вот Совсем Явным образом Правда Ведь Вот чтобы Скомпонировать H0 Атомига И H0 Атомига Ты должен Проделать Какую И попасть Ваш Нолик Атомига Квадрат Ты должен Сделать Некое Действие Да Компонируются Хорошо Эксты Или Хомы Между Объектах Категории А это Вообще-то Два Хома Из одного Объекта В другой Как их Прокомпонировать Ты должен Рассмотреть Некую Подкрутку Так чтобы Один объект Перенести сюда И потом Их Прокомпонировать Вот эта Подкрутка В обычной Коммутативной Алгебрической Геометрии Она задается Вот явно А именно Тензорным Умножением На линейное Расслоение Но в принципе Формально Ты можешь Ее менять Например Ты можешь Менять Ее Ты можешь Сдвигать На линейное Расслоение Тензорно А еще Подкручивать На автоморфизм Многообразие Например Который сохраняет Ваше линейное Расслоение Получается Такая скрученная Алгебра Которая Некоммутативна И вот Например Такие Как бы Называется Твистед Некоммутативные Такие Твистед Алгебры Они выглядят Некоммутативно А когда Ты Рассмотришь Категорию Над ней Вот эту Условно Говоря То что Леша Бондал Любит Зет Алгеброй Называть То Зет Алгебра Получится Абсолютно Такая же Как будто Она коммутативная Вот Зет Алгебра Она не чувствует Коммутативные Некоммутативные Было Это более Правильный Объект Вот Поэтому В принципе Тут конечно Я немножко Как бы Обманул Тут нужно Быть более Четким Когда ты Говоришь Какую Ты задаешь Как бы Структуру Да Вот структура Есть На экстах Между Этими Вот эксты Ты можешь Компонировать Но тогда Ты должен Рассматривать Эксты Не из структурного Пучка Диагонали В омега А эксты Из любой Омега Итой В омега Катают Да нет Конечно Конечно Получится Да Да А А вот Аналог Прожа Есть Ну Аналог Прожа Это Да То есть Никакой Прожа Нужно Рассматривать В смысле Абелевой Категории Когерентных Пучков Ну вот Как для любой Зеталгебры Ты можешь Просто Рассмотреть Категорию То что Называется По Ну вот По Серу Что Есть Категория Когерентных Пучков На Проективном Многообразии Это Есть Фактор Категории Градуированных Модулей Опыт Категории Кручения Вот В этом Смысле И надо Все Делать То есть Условно Говорят Ты сразу Должен Переходить Нет Ну Во-первых Действительно Многообразия Может не быть Если Не коммутативное Но Вообще Это Теорема Габриэля Что Можно Восстановить Пабель Вой категории Можно Восстановить Да Значит Теперь Да Да Ну Например Да Ну Да Какая Хвалил Ага Многообразия Такого И Я В первом Многообразии Я могу Выделить Такие Объекты Которые Соответствуют Точкам Да И посмотреть На их образ Да Куда Перейдут При Именно Этой Эквивалентности Куда Они Ну Это Как раз Зависит от Того Чем Задана Эта Эквивалентность То есть Если У вас Был Х Ик Штрих И у Вас Вот Здесь Эквивалентность Задана Каким-то Объектом На произведение Ну Куда Переходит Структурный Пучок Точки Очень Просто Понять Куда Вот Берете Структурный Пучок Точки Здесь Маленькая Значит Ее Прообраз Наверху Это Просто Слой Над их Штрих Дальше Вы должны Тензорно Умножить На Е Это Просто Е Ограничить На Этот Слой А Дальше Спустить Сюда То есть Вы А спустить Это В данном Случай Совсем Банальная Процедура Потому Что Вот Это Изоморфизм Этих Слоев Значит Вы Просто Получаете Слой Вашего Объекта Вот Над Точкой Х Ну Вот На Х Штрих Вот Так Умножить Получаете Вот Такой Объект Вот Структурный Пучок Точки Перейдет В этот Объект То есть Дальше Это Уже Вопрос Что У вас Был За Объект Но Объекты Могут Быть Разные Например В случае Абелевых Многообразий Объект Было Расслоение Пуанкаре То есть Куда Переходил Структурный Пучок Точки Он Переходил В линейное Расслоение На Х Штрих Из Пикара Ноль Х Штрих Которая Ровно Этой Точке Как бы И Соответствовало Понятно А Например Бывает Флоп Преобразование Мы Вчера Изучали Ну Тогда Понятно Тоже Что Происходит Если Точка У вас Вне Флопа Ну Ничего Не Происходит Она В себя И Переходит А вот Если Точка Попадает В локус Флопа Она Переходит В некий Спецкомплекс Который Даже Не так Просто Посчитать В общем Случай Ну Надо Его Нарисовать Поднять Тут Производные Сразу Возникнут Можно Чуть По-другому Чуть Более Наимно Думать Что Если Точка Попала На Флоп То Тогда Она Переходит В Преугольную Нет Она Переходит Да Нет Неверное Утверждение Потому Потому Что Вот Потому Что Вот Эта Процедура Тензорное Ограничение Ну Что Здесь Собственно Стоит У вас Есть Х С Волной И Х Да В этих Вот У вас Есть Здесь Точка Структурный Пучок Точки Х Значит Вы Берете Он Лежит На Вашем Локусе Вот Здесь Кривая С Х Лежит Здесь Значит Теперь Вы Берете П Со Звездочкой Надо Посчитать Что Такой Есть П Со Звездочкой От Х Была Высказана Гипотеза Что Это Есть Структурный Пучок Прообраза Этого Х То есть Прямой Это Неверное Утверждение Да Это Есть Комплекс Который Имеет Два Члена Нулевой Член Такой Как Было Сказано У него Еще Есть Минус Первый Член Да Совершенно Верно Есть Торы То Это Комплекс Но Будет П От Х Другой Будет Тоже Линейное Расслоение На П От Х С Некоторой Подкруткой Я Сейчас Просто Не Посчитаю Но Это Просто Нам Легко Почитать Наверное У от Минус Единица Скорее Всего Здесь Будет Над Этой Ж П Минус Первый От Х Два Члена Между Ними Некий Морфизм А может Быть Даже Нулевой Вот А потом Это Все Визуально Наблюдаем Да Все Визуально В принципе Считаем И наблюдаем Это Конечно Зависит От Того Что Здесь За Объект Был Этот Е От Этого И Зависит Куда Перешли Но Правильно Действительно Совершенно Правильная Точка Зрения Что Х Вот Этот Фурье Мука И Партнер Х Штрих Это Многообразие Модулей Некоторых Объектов На Иксе Вот Это Аниверсальный Объект На Произведение Можно Считать Что Х Штрих Конечно Является Многообразием Модулей Каких-то Объектов На Иксе И на Оборот Естественно Да В этом Соответственно Но На Эти Объекты Многообразие Модулей Каких Объектов Он Является Ну На Эти Объекты Есть Заведомо Жесткие Ограничения То Что Мы Знаем Про Эти Объекты Давайте Я буду Про них Знаем Фактически Все Эксты Между Ними Мы Знаем Потому Что Это Соответствует Точкам На Икс Штрихе То В частности Мы Знаем Что Если Мы Рассмотрим Алгебру Экстов Из Этого Объекта В себя То Это Будет Внешняя Алгебра Касательного К Штрих К Этому Ну Это Просто Значит Это Просто То То Самое Как Эксты Из Структурного Пучка О Икс В себя Да Тоже Внешняя Алгебра Касательного Расслоения В Икс Касательного Пространства Не Расслоения Касательного Пространства В Икс То То Мы Знаем Что Это Заведомо Внешняя Алгебра Должна Быть Экста Между Этими Объектами Чтобы Это Было Вот Фурье Мука и Партнер То Это Далеко Не Абы Какой Многообразие Модулей Абы Каких Объектов Это Очень Специальных Объектов И Более Того Они Ортогональны Друг Друг Что Что Да Да То Они Ортогональны Друг Друг Да Если Вот Так Поставим То Здесь Будет Моль Стоять Глобальный Да Совершенно Верно То То Есть Они Такие Взаимно Ортогональны Вот То Это Это Конечно Многообразие Модулей Каких Объектов На Иксе Но Очень Специальных Объектов Такое Бывает Очень Редко То Они Ведут Себя Ровно Так же Как Точки Структурные Пучки Точек Но Это Бывает Очень Редко То Если Вы Взяли Произвольное Многообразие То Скорее Всего У вас Ничего Кроме Точки Там Не Будет То Есть Произвольное Многообразие С Вероятностью Единицы У вас Фурье Мукаев Партнеров Никаких Нет Но Иногда Случается Чудо Ну Конечно Да Я и говорю Это То же самое То есть Что На Иксе У вас Нашлось Вот Такой Вот Такие Объекты С Такими Этими Свойствами Вот эти 45 минут Поговорим Про То Как можно Описать Производную Категорию То есть До этого Мы говорили Ну Обсуждали Вопрос Когда Там Две категории Эквивалентны Что Как Функтор Может Задаваться И прочее А вот Теперь Такой Вопрос Как Описать Ну Вопрос На самом Деле С одной Стороны Сложный А с другой Стороны Может быть Некорректно Поставленный Ну То есть Вопрос Что такое Описать Потому Что Для одного Это Описание А для другого Это Не Описание Тут Конечно Очень Много Субъективного В слове Описать Прямо Скажем Вот Но Тем не менее Давайте Вот как раз Про это И поговорим Что такое Описать Как бы Это можно Было Сделать Эту Категорию Ну Например Может быть В каких-то Конкретных Случаев Мы вообще Все Про нее Знаем Давайте Рассмотрим Пример Например P1 Как Как Описываются Производные Категории Когерентных Пучков На P1 Ну Здесь Мы Даже Можем Начать Просто С Когерентных Пучков На P1 И Производную Категорию Описать Уже Как Производную От Этой Абелевой Категории И Она Очень Легко Описывается Первое Замечание Которое Можно Сказать Что Вот К Сама Категория Когерентных Пучков На P1 Она Имеет Гомологическую Размерность 1 То есть Между Пучками Никаких Экстов Кроме Первых Нету А Это Означает Что С точки Зрения Производной Категории Это Означает Что Любой Комплекс На Самом Деле Изоморфен Сумми Своих Когомологий Сдвинутых На Соответствующие Числа То есть Реально Комплексов Никаких Нетривиальных Производной Категории Когерентных Пучков На Кривой Нету Так же Как На P1 Как И На Другой Кривой Все Комплексы Это Просто Суммы Пучков Подкрученных На Соответствующие Числа Ну у нас Есть Функтор Сдвига Который Может Сдвинуть Ваш Пучок Из Нулевого Места В Н Место Или В Минус Там Н Соответственно Но Тем не менее Все Распадается В сумму Когомологий Поэтому На самом Деле Описать Категорию Это значит Описать В данном Случа Просто Когерентные Пучки На Этом Нет Дифференциалы Пожалуйста Вы можете У вас всегда Может быть Нетривиальный Комплекс Но он Будет Квази Изоморфен Комплексу С нулевыми Дифференциалами Да Нет А комплекс По определению У нас есть Все комплексы Здесь Вот Но с точки зрения Классов Изоморфизмов Объектов В этой категории У нас Можно всегда Выбрать Хороший Представитель Такой У которого Нету Дифференциалов Ну а как устроены Когерентные Пучки На П1 Все знают Как устроены Когерентные Пучки На П1 Или не все Просто интересно Кто Знает Как устроено Да Примерно Половина Значит Ну устроены Они таким Образом Значит У нас Любой Пучок Ф Есть Сумма Локально Свободного Векторного Расслоения И пучка Кручения Это Факт Верен Также На Любой Кривой Тоже Но Теперь Мы можем Пойти Дальше В данном Случае На П1 Мы можем Описать Еще Все Векторные Расслоения Что Далеко не Тривиальные Задачи Которые Которые Занимаются Многие Люди На Других Кривых Как Описать Многообразие Модулей Векторных Расслоений На Кривых Это Очень Интересная Задача Вот А на П1 Эта Задача Неинтересная В том Смысле Что Все Очень Легко Описывается Это Есть Прямая Сумма Линейных Расслоений А Любое Линейное Расслоение На П1 Это Есть На самом деле Н Принадлежит Z То есть У нас Есть Линейное Расслоение Которое Называется О От Единицы Такое Нетривиальное Линейное Расслоение Ну Не буду Сейчас Объяснять Что Это Такое Все Остальные Есть Его Тензорные Степени Обратные Вот И Значит Любое Векторное Есть Такая Сумма Ну И Дальше Еще Есть У Нас Кручение Ну А Кручение Конечно Распадается По точкам То есть Это Есть Сумма По Разным Точкам П На П1 Ну Конечно В Конечном Числе Кручение В этой Точке Значит И Да Теперь Надо Описать Просто Кручение В одной Точке Ну Кручение В одной Точке Описываются Легко Это Локальная Задача Это Нужно Описать Значит Соответствующие Но Они Все Описываются Таким Образом Что Это Тоже Сумма Таких К От Х По Х В степени Т Скажем Сумма Таких Пучков Вот Таким Образом Все Когерентные Пучки На П1 Мы Описали И Как бы Мы Описали Эту Категорию Но Я Сейчас Буду Говорить Не Про Такое Описание А Про Описание Более Интеллектуальное Так Скажем Значит И Более Полезное В частности В других Случаях Вот Оказывается Что Очень частного Примера Опять же Но Которое На самом деле Потом Обобщим На все Многообразие Как это Не странно Я начну С того Что Называется Полный Исключительный Набор Значит Полный Исключительный Набор Значит Полный Исключительный Набор Ну Опять же Здесь Уже Про Исключительный Набор Рассказывали На конференции Поэтому Я очень Быстро Это Проскочу Значит Это Набор Ну Объектов Нашей Категории А если Хотите Можете Считать Что Это Пучки А если Хотите Можете Считать Что Это Например Векторные Расслоения Некий Набор Где Яиты Из нашей Категории ДБ Кох От Х Такие Что Первое Каждый Яиты Является Исключительным То есть Если Вы Рассмотрите Эксты Что То же Самое Хомо Со Сдвигами Эксты Из Яитова В себя То Это На самом деле Изоморфно Просто Базовому Полю К Над Которым Мы Находимся Вся Алгебра Экстов То есть Никаких Экстов Кроме Нулевых У нас Нету Нулевые Есть К И Второе Свойство Стоит В том Что Все Эксты Из Яитова В Ежитые Равны Нулю Когда И Больше Ж Значит Такой Набор Называется Это было Определение Исключительного Набора Поле Давайте С Поставлю Базовое Поле Над Которым Мы Находимся Вот И Дальше Мы Скажем Что Набор Полный Значит Это Набор Сигма Давайте Обозначим Сигма Полный Если Он Порождает Категорию Ну Вот Кстати Сегодня Вот Сейчас На этой Лекции Я Собственно Горя Буду Говорить Про Генераторы В Категориях И вот Слово Порождает Может быть Использовано В разных Немножко Смыслах Поэтому Давайте Вот Я Поясню Здесь В таком Совершенно Оно Использовано В сильном Смысле Порождает То есть То есть Минимальная Минимальная Триангулированная Подкатегория В В этой категории ДБКОХ От Х Содержащая Сигму Совпадает Со всей ДБКОХ От Х Это бывает Очень редко Но тем не менее Когда это бывает Это очень полезно Значит Пример Проективное Пространство И набор Сигма Например Это набор О О от единицы И так далее О От Н Это набор Является Исключительным Легко проверить Теорема Ботта Наверное Называется Про когомологии Значит Нетривиальное утверждение Стоит в том Что этот набор Порождает Но его Но его тоже Можно доказать Что он Порождает Всю категорию Вот Еще Здесь важный Момент Стоит в том Что этот набор Не только Полный Исключительный А он еще Называется Сильным Значит Этот набор Сигма Сильный Что это значит Это значит Вот к тем Двум свойствам Добавляется Третье свойство Состоящее в том Что если вы Рассмотрите Эксты Каты Из Е и этого В ежиты То они равны Нулю Для всех И и ж Когда К Не равно Нулю То есть Это означает Следующее Значит У нас Набор Исключительный Поэтому Никаких Экстов Нет Из Более Дальнего Объекта В более Ближней По определению Исключительного Набора Но мы Теперь Смотрим Вообще На все Эксты Из Например Из О В О От Единицы Тут Там Не запрещено Ничего То есть Может быть Все что угодно А мы Говорим На самом деле Что у нас Существует Только Хомы У нас Нету Никаких Старших Экстов Между ними Тогда Набор Называется Сильным Значит Это Свойство То что Набор Сильный Позволяет Нам Сделать Следующее Вернее Позволяет Нам Следующим Образом Описать Категорию Когерентных Пучков На проективном Пространстве Мы рассмотрим Алгебру Связанную С этим Набором Асигма По определению Это Есть Эндоморфизмы Объекта Который Есть Сумма Всех Этих Исключительных Сумма Всех Еитах От Единицы До Н Вот Такая Алгебра Эндоморфизмов И Тогда Теорема Бондала Не Нет Это Обычная Алгебра Это Просто Обычная Алгебра Конечномерная Теорема Бондала В общем Случай Что Если У вас Есть Полный Сильный Набор На любом Многообразии Значит Теорема Бондала Говорит Что Если Сигма Полный Сильный Исключительный Набор В ДБ Кох От Х То Ваша Категория ДБ Кох От Х Эквивалентно Производной Категории Конечно Порожденных Модулей Правых Скажем Над Этой Алгеброй А Сигма Это Для абстрактной Триангулирной Категории Имеющей Все-таки Оснащение Так Скажем Потом Я Все Это Вот Собственно Про Это Я Сейчас И буду Говорить В общем Случае Вот Значит Действительно Это Можно назвать Теоремой Белинсона Для Проективного Пространства Это она и есть Теорема Белинсона Она у нее Сформулирована Чуть-чуть в других Терминах Но это не важно Да Я собирался Сейчас Привести пример Значит Вот Эту алгебру Асигма Проще всего Описывать Даже не как Алгебру А как Колчан Как алгебру Колчана Некоторого Путей Некоторого Колчана То есть Вот у вас Есть Н объектов Исключительных Каждому Из них Можно Нарисовать Соответствует Точка А Морфизмом Между этими Объектами Соответствуют Стрелочки Ну условно Если у вас Пространство Морфизмов Двумерное Мы будем Рисовать Две Стрелочки Вот Например Если вы Рассмотрите П3 Вот я нарисовал Уже тут Четыре точки Значит Можно Рассмотреть П3 В П3 У вас Исключительный Набор Состоит Из О От единицы О от двойки О от тройки А какие Между ними Морфизмы Ну Морфизмы Здесь Между Соседними Вершинами Это Четыре Стрелочки Мы должны Нарисовать На самом деле Это Есть Пространство В Которое Двойственно Лучше так Со звездочкой К тому В Проективизацию Которого Мы берем Наше проективное Пространство Это проективизация Четырехмерного Векторного Пространства Вот Это на самом деле В со звездочкой Здесь оно же Нарисовано Фактически Тут есть Отождествление Про которое мы Кстати Тут немножко обсуждали В со звездочкой Какие морфизмы Вот отсюда Сюда Ну на самом деле Здесь стоят С квадрат От В Со звездочкой И здесь вот С квадрат От В Со звездочкой Ну а здесь у нас С куб От В Со звездочкой И соответственно Вот у всего этого Есть композиция Вот В случае П1 Это совсем простая вещь У нас есть Две вершины И две стрелки Так вот Модули над этой алгеброй Это все равно Что представление Этого колчана Что такое Представление колчана Это значит Над каждой вершиной Вы вешаете Какое-то Векторное пространство А каждые стрелки У вас соответствуют Между ними Оператор Да Естественно Линейный Оператор Ну так Чтобы соответственно Все компонировалось В соответствии Вот с этими Значит В данном случае У вас висит Какое-то пространство Здесь М0 А здесь висит У вас М1 И у вас Между этими Двумя векторными Пространствами Два Линейных Оператора Вот таким образом Описывается Категория Модулей Конечномерных Модулей Вот над этой Алгеброй Значит Замечу Вот здесь Вот Уже Видно Тоже Замечательное Свойство Что Абелевых Категорий Совсем Разные Категория Когерентных Пучков На их Все Это не то же Самое Что модули Над этим Колчаном Совершенно Разные Абелевые Категории А производные У них Одинаковые Ну Можно Спросить Конечно Сказать Насколько Уж это Описание Ну В общем Это Описание В том В том Смысле Что Задача Сведена К Линейной Алгебре Хотя Задачи Линейной Алгебры Могут Быть Очень Сложными То есть Это Не значит Что Они Простые Но Тем Не Менее Они Как Были Они Резованы В каком То Смысле Значит Вот Это Вот Описание Могу Сказать Для П2 Очень Сильно Использовалось В точке Зрения Того Чтобы Описывать Многообразие Модулей Векторных Расслоений Которые Называются Инстантонами На П2 В терминах Монады Вот Как раз Описание В терминах Монады Это Ровно Представление Вашего Векторного Расслоения Отсюда В качестве Представления Вот Этого Колчана Вы Напишите Его представление В виде Этого Колчан Это И будет То Что Называется Монада По Барту Эта Монада Позволяла Линейализовать Задачу И описывать Многообразие Модулей Векторных Расслоений В терминах Того Что Ну Вот Значит Как Фактор Некоторого Там Открытого Подножества В некотором Векторном Пространстве Под действием Некоторой Линейной Группы Ну То То Такое Описание Значит Отсюда К этому Уже Имеет Непосредственное Отношение Собственно Говоря То Что Называется Отъять Дринфельд Хитчен Манин АД И чем Конструкция Про Эти Инстантоны Это Вот Ровно Вот Оно Как Бы Пере Вот Эта Эквивалентность Ну Разложенная По кусочкам Так Скажем Вот Поэтому Я хочу Сказать Что В принципе Это Не то Чтобы Ну То То Можно Сказать Ну Что С одной Страны Категории С другой Но Они Две Эквивалентны Чем Это Нам Помогает В принципе Это Вот В этих Случаях Когда Есть Полный Исключительный Набор Это Помогает Вот Я Что Хочу Сказать Действительно Помогает Ну Да Ну К Ну То Уж Мы Посчитать Конечно Смогли Бы И Так Не Так Уж На Проективном Пространстве Разложили Он Все По Клеткам И Значит Давайте Теперь Я Скажу Вот Совершенно Общую Вещь Связанную Как Вот Это Все Вообще Можно Обобщить Значит Я Обобщу Следующее Понятие Вот Я Хочу Сказать Что Вот Этот Вот Объект Который Есть Сумма Еит Это Есть Генератор Это Есть Генератор Категории ДБ Кох От Х Давайте Я Дам Некоторое Определение Того Что Такое Классический Генератор Значит У У нас Есть Треангулированная Категория Т Есть Некий Объект Е Здесь Он Называется Классическим Генератором Если Минимальное Треангулированное Подкатегория В Т Содержащее Е И Замкнутое Относительно Взятие Прямых Слагаемых Совпадает С С Существенная Вещь Замкнутые Относительно Взятие Прямых Слагаемых Вот Я Сказал Е Является Генератором В этом Смысле Конечно Ну Просто По Определению Полного Исключительного Набора Но Замечу Когда я Это Там Определял У меня Вот этого Не было Замкнутой Относительно Прямых Слагаемых Я Просто Говорил Минимальные Триангулированные Подкатегории Совпадает Со Все Т То есть Тот Генератор Был Генератор В более Сильном Смысле Значит Таких Генераторов В категории Ну Может Не быть Конечно А вот Такие Генераторы Оказываются Когда мы Допустим Что Замкнутые Относительно Взятия Прямых Слагаемых Оказывается Что Во всех В любых Категориях Имеются В любых Категориях С которыми Мы имеем Дело Так Можно Сказать Значит Вот В этом Вся Фишка Этого Определения Классический Генератор Нет Это Еще Есть Другое Понятие Для На Генератор Который Является Леон Стронг Сильным Генератором Или Не Является Вот Но Это Я Сейчас Это Не буду Говорить Да Которого нет В нашей категории Который Нашей категории Не принадлежит Значит Это все работает Для Маленьких Категорий Т Значит Собственно Говоря Это Определение Дается Для категории Типа Дб Кох От Х В которых Нет бесконечных Прямых Сум Да Совершенно верно Совершенно верно Да Да В этом Смысле Квазикогерентные Пучки Ну Там К0 Нулевой И все Как бы закончилось С точки зрения Там Категории Да Вот А здесь Это как раз Определение Вот для таких Категорий Давайте Вот здесь Я дам Небольшое Значит Вступление Что же я буду Рассматривать И в какой Общности Теперь я хочу Задачу Сильно Обобщить Теперь я буду Рассматривать Более-менее Любые Схемы Значит Пусть Х у меня Будет Квазикомпактная И отделимая Например Схема Здесь даже Можно поставить Квазикомпактная Это значит Подкрывается Конечным числом Афинных Подсхем Это называется Квазикомпактная То есть Самый общий Вариант Который Может быть В этом случае Я могу Рассмотреть Категорию Квазикогерентных Пучков На иксе И могу Рассмотреть Неограниченную Производную Категорию Этих Квазикогерентных Пучков Ничего Не препятствует Этому Делу То есть Когерентных Пучки Я здесь Рассматривать Не могу Потому что Для этого Мне потребовалось Какое-нибудь Понятие Нетеровости Или что-то Такое На схему Накладывать Я здесь Ничего Не накладываю Вообще То есть Схема Самая общая И такая Категория Существует Эта категория Очень большая И на самом деле Очень хорошая Она как раз Хороша С точки зрения Того Что в ней Есть бесконечные Прямые суммы И с ней Тоже Можно работать И в ней Тоже Можно определить Понятие Генератора И прочее Но я сейчас Хочу говорить Про маленькие Категории Самое замечательное Что здесь Есть Каноническая Маленькая Комплексов Значит Ее можно Определять Разными способами Получим Одинаковый ответ Давайте сначала Определим ее Как бы так Конструктивно В каком-то смысле Значит Это такая Полная Подкатегория Здесь Который Состоит Из таких Комплексов То есть Объекты Этого Подкатегория Это комплексы Которые Локально Локально Квази Изоморфны Ограниченным Комплексом Векторных Расслоений Значит Что это значит Вот у вас есть Х Оно покрывается Какими-то Афинными Кусочками Ну а У Штрих Там и далее Локально Покрывается Вы берете Ваш комплекс С Значит С Это комплекс Который Локально Изоморфны Ограниченным Комплексом Векторных Расслоений Это С Ограничиваете На У Если он Квази Изоморфен Вот как раз Комплексу Из Из Векторных Расслоений Тогда мы его Будем называть Совершенным То есть Помните Я вводил Такую Мы можем Рассмотреть Как бы Ограниченную Категорию Векторных Расслоений На Иксе Условно Говоря Это Оно Но Дело в том Что глобально У нас может Оказаться Векторных Расслоений Мало Мы это Мы это Делаем Только локально Это локальные Условия Скажем Для квазипроективного Многообразия Это и это Совпадает Потому что Если он Локально Изоморфен Комплексу Векторных Расслоений То тогда Он и глобально Будет Изоморфен Комплексу Векторных Расслоений Потому что У нас Существуют Обильные Линейные Расслоения Которые Можно Накрывать И так Далее Но в абстрактной Ситуации Вот этого Может Совсем Как бы С этим Быть плохо Их может Быть Просто Очень мало Но А локально Они всегда Есть Локально У вас Условно Горя Все В афинных Картах Становится Всегда Самая алгебра Накроет Любой модуль Условно Говоря Вот Значит Вот это Вот такое Определение Совершенных Комплексов Категории Которые Есть Для любой Вот такой Схемы Но Самое Интересное Что эта Категория Определяется Во внутренних Терминах Вот той Большой Категории Совершенные Комплексы Это Есть Компактные Объекты В категории Квазикогерентных Пучков Компактные Объекты Что такое Компактный Объект Значит Компактный Объект Значит Х Называется Компактным Если Хомы Из Х В любую Прямую Сумму Любых Объектов Коммутируют С прямой Суммой Тогда Объект Называется Компактным Понятно Понятно Что в общем Случае У вас Нет Этого Равенства Ну вот Объект Называется Компактным Если у вас Это равенство Есть То есть В каком-то Смысле Условно Говоря Можно Так Понимать Себе Что реально На этот Хом Если он Бьет В прямую Сумму Он там Бьет В конечное Число Этих И прочее То есть Вы можете Ее Вынести За Эти Ну Да 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 Например Значит Это Определение Определение Х Компактным Если Это Выполнено Для Всех Игрек Для Любых Игрек Это Компактным Существует Компактным Очень Явно Существует Образ На Эти Если Есть Топологическое Пространство Х То Компактно Если Его Компактное Пространство Х Если Его Отображение В Компактным Любого Компактного Пространства Залетает Это Конечное Существует Значит Основной Пример Компактного Объекта Например В категории Модулей Над какой-то Алгеброй А Сама А Является Компактным Объектом Хом Из А В сумму Прямую Сумму Митых Но это Просто Это и Есть Этот Сам Модуль Митый Правильно Вот это Вот и Есть А на самом деле Что Тоже Важно Понимать Что На самом деле Фактически Компактные Объекты Это То В категории Что Вот из Этого Ну вот Если мы Рассмотрим Значит Это В категории Всех Производной Категории Всех Модулей Над Алгеброй А Скажем Как Устроены Там Компактные Объекты Вот Компактные Объекты Там В точности Конечные Комплексы Проективных Модулей То есть Это Все То Что Ну вот Если у вас Есть А А Является Компактным Объектом Дальше Понятно Что Любой Конечный Любой Прямой Слагаем Любая Прямая Сумма Конечная А Тоже Компактный Объект Любое Прямое Слагаемое То есть Проективный Модуль Тоже Компактный Объект И любая Конечная Их Последовательность Комплекс Конечный Тоже Компактный Объект А больше Ничего И нету То есть Вот ровно Они И есть Компактный Объект Значит, то есть совершенные комплексы над А Опять же, это просто ограниченная производная категория От категории проективных модулей над А И это тоже, что компактные объекты в этой категории модулей над А Да, М заглавное, это значит, что любые модули, совершенно верно У нас нет понятия конечно порожденных Здесь, ну, в смысле, это не Абелева категория для произвольной алгебры Мы это как бы... Значит, вот Смотрим на эти равенства Значит, производная над алгеброй, все устроено таким образом Компактные объекты Это то, что мы теперь всегда будем называть совершенными комплексами над А Это производная ограниченная категория От точной категории по квилину, которая есть в проективной модуле над А Конечно порожденные проективные модули над А Вот так напишу Еще один задатский вопрос Правда ли, что... Правда ли, что... Такое слово сочетание То... Если у нас есть некая преангумированная история Которая компактно прождена Да, да 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 Есть какая-то среда с компактными объектами в Абелеву или пятибуре? Некоторые Ну, про какую Абелеву мы здесь будем говорить? Ну, вот как модуль я вот сейчас... Да, вот смотри Давай посмотрим Посмотрим на квазикогерентные пучки Что есть компактные объекты в квазикогерентных пучках? Когерентные Правильно Когерентные пучки Мы, конечно, можем рассмотреть ограниченную производную категорию когерентных пучков Но когерентный пучок уже не обязан быть компактным объектом в производной в этой категории Понятно? То есть компактность его здесь еще не влечет его компактность в этой неограниченной категории производной потому что из него может быть бесконечное число экстов в разные объекты. Вот в чем беда. Тут-то вы только на хомы смотрите, конечно, мерность хомов в вабелевой категории, а тут еще эксты важны. Значит, вот эта вот категория от х, это является самой, в общем, можно считать главной категорией, потому что, ну, эта категория или вот эта категория, но они друг из друга восстанавливаются. Эта категория является компактными объектами здесь, а с другой стороны, эта категория компактно порождена. То есть, на самом деле, существует некоторый способ, который я чуть-чуть позже обсужу, как из этой категории получить эту. Информация та же самая. То есть, если вы рассматриваете абстрактную, вот схему абстрактную, то самые главные категории — это вот эта, или ее, условно говоря, такой прототип, большая категория, неограниченная категория квазикогерентных пучков. Никакие другие категории рассматривать не надо. Неограниченные справа, неограниченные слева — это все для бедных. Это если вы не умеете, как бы, там, производные функторы определять. А на самом деле мы их умеем определять для неограниченных категорий, и поэтому нужно рассматривать только эти категории. Все остальное от лукавого. Но не от лукавого следующая категория, которая существует не всегда, но в очень, значит, как раз таком распространенном случае, а именно когда х ньотерова схема, тогда у нас есть категория, как мы уже описали, когерентных пучков на х, от которой мы можем взять ограниченную категорию когерентных пучков на х. И в этом случае у нас есть эта категория, вложена в эту категорию когерентных пучков на х, которая вложена в неограниченную категорию квазикогерентных пучков на х. То есть для ньотеровой схемы у нас возникает еще вот эта категория, которая тоже является очень важной. Значит, теперь первой я сделаю следующую теорему, сформулирую теорему Нимана, который говорит, что для всякой х квазикомпактной и отделимой категория совершенных комплексов на х, вот эта, имеет классический генератор. Ну и на самом деле, значит, их огромное количество. Классический генератор. А что это нам дает? Вот самое важное теперь понять, что нам дает наличие классического генератора в категории. Вот в частности в категории совершенных комплексов. Пусть Е у нас какой-то генератор. Значит, эта теорема также обобщена Бондалом и Ванденбергом на случай, когда х не просто отделимая, а то, что называется квазиотделимая. Но я сейчас не хочу об этом говорить. Значит, если у нас Е генератор классический, то на самом деле утверждение состоит в следующем, что в этом случае категория совершенных комплексов на ихсе можно описать в терминах некоторой дифференциально-градуированной алгебры эндоморфизмов данного классического генератора. Значит, что имеется в виду? Дело в том, что, так как я не определял... А сколько времени у нас? Ну, просто скажи. А, 36 минут. 36 минут, ага, хорошо. Значит, еще минут 10 есть. Значит, дело в следующем. Дело в том, что, как мы прекрасно понимаем, вот эта категория, она происходит из категории комплексов. Значит, происходя из категории комплексов, на самом деле в категории квазикогерентных вот здесь пучков у нас имеется достаточно много инъективных объектов. Это то, что называется... Можно считать, что это то, что я буду говорить, иногда слово «оснащение». У нас имеется некоторое оснащение на этой категории. То есть эта категория является гомотопической от некоторой дифференциально-градуированной категории. То есть какая дифференциально-градуированная категория? Давайте рассмотрим категорию, состоящую из инъективных комплексов, комплексы с инъективными членами. Тут нужно быть немножко аккуратным, так как у нас она не ограничена в обе стороны. Поэтому мы должны рассмотреть не только комплексы с инъективными членами, но то, что называется К-инъективные или А-инъективные комплексы. Это такие комплексы, хомы в которых изоцикличных комплексов нулевые. То есть это называется H-инъективные, гомотопические инъективные комплексы. То есть это комплексы, у которых все члены, конечно, инъективны, но они специальные там комплексы. То есть не любой комплекс из инъективных членов таковым является. Это вот, я еще раз говорю, такие комплексы из инъективных объектов, хомы в которых из ацикличного любого комплекса нулевые. Значит, теперь рассматривая такую категорию, мы можем рассмотреть теперь просто категории, можем между ними хомы рассматривать как такие, как хомы между ними, как комплексы. Комплексы хомов можем рассмотреть. То есть мы можем рассмотреть не просто гоморфизмы между этими комплексами, А гоморфизмы со сдвигами И дальше у нас получается такой дифференциал между ними То есть у нас получается Я понимаю, что в данный момент Я хочу сказать, что Значит, рассмотрим категорию объектами Которые являются Или что-то вроде категории объектами Которые являются эти комплексы А вот ОМ Это уже Это некий комплекс Совершенно верно Это комплекс обелевых групп Или векторных пространств Если мы над полем находимся Комплексы в данном случае векторных пространств И это то, что называется дифференциально-градуированная категория То есть дифференциально-градуированная категория Это категория, в которой хомы Это и есть комплексы Абелевых групп Это называется дифференциально-градуированная категория Ну, с естественным Значит, порядком композиции Этого пропускающегося через тензорные произведения Вот Значит, это то, что называется оснащение Я просто так как не имею сейчас Вот достаточно времени Я не хочу подробно на этом останавливаться Я просто хочу сказать Что в частности У любого объекта Е Мы можем рассмотреть Значит, взяв его соответствующую ашинъективную резольвенту То есть заменив этот объект на соответствующую хорошую резольвенту Можем рассмотреть теперь комплекс хомов Из этой хорошей резольвенты в себя И получить дифференциально-градуированную алгебру То есть это называется R-хом Из E в себя Мы можем для него рассматривать Как дифференциально-градуированную Дифференциально-градуированную алгебру Это в точности алгебра Это в точности комплекс Такой комплекс хомов Из соответствующей резольвенты в себя То есть такой Вот это вот ДЖ-алгебра Такая Значит, давайте эту ДЖ-алгебру обозначим через А Скажем И дальше, собственно говоря Результат Келлера Говорит следующее Что вот та теорема Бондола Которую мы Я формулировал для исключительного набора Обобщается На общую абсолютно ситуацию А именно Что совершенные Комплексы на х Эквивалентны Совершенным комплексам Вот над этой Дифференциально-градуированной алгеброй А Значит, кто такие Совершенные комплексы Над дифференциально-градуированной алгеброй А Ну, так же, как и для обычной алгебры А Мы можем Для дифференциально-градуированной Мы можем сразу Мы можем рассмотреть Дифференциально-градуированные модули Над этой дифференциально-градуированной алгеброй И определить то, что называется Производная категория Дифференциально-градуированных модулей Над этой алгеброй А Замечу, что когда у вас алгебра дифференциально-градуированную, как вы ее рассматриваете, как дифференциально-градуированную алгебру То дифференциально-градуированные модули это уже комплексы Поэтому никаких комплексов рассматривать не надо То есть когда вы рассматриваете дифференциально-градуированный комплекс, дифференциально-градуированный модуль, он уже и есть комплекс То есть над обычной алгеброй, если мы взяли обычную алгебру и рассмотрели ее как дифференциально-градуированную, такую тривиальную, сосредоточенную в нуле то дифференциально-градуированным модулем по определению был бы комплекс обычных модулей над этой алгеброй. Поэтому вы просто берете дифференциально-градуированные модули над этой алгеброй, дальше у вас есть понятие гомотопии между ними, вы определяете гомотопическую категорию, а дальше локализуете или факторизуете по цикличным ДЖ-модулям, то есть стандартная процедура. То есть это есть фактор гомотопической категории дифференциально-градуированных модулей над А по ацикличным. То есть все то же самое, как при построении производной категории. Здесь ничего не меняется, за исключением того, что вы просто первый раз должны научиться определять, что такое дифференциально-градуированный модуль над вашей дифференциально-градуированной алгеброй. Понятно, да? Так вот, если мы рассмотрим теперь в ней компактные объекты в этой категории, то это и будут совершенные комплексы над этой дифференциально-градуированной алгеброй А. А по-простому говоря, это будет минимальная триангулированная подкатегория здесь, содержащая А как модуль над собой, и замкнутые относительно взятия прямых слагаемых. Да. Не всегда, потому что это зависит от того... В данном случае да. То есть если это большая категория, вот как здесь, никак не ограниченные комплексы когерентных пучков, тогда сложно. А если это большая категория, тогда функтор факторизации имеет сопряженный, и поэтому можно вложиться. Собственно говоря, мы ее и описываем, как вот эту производную категорию, мы можем описать как гомотопическую. От чего? Вот, собственно, от этих ашинъективных. Да, объектами будут ашинъективные комплексы, и между ними нужно брать просто гомотопит. Да, совершенно верно. То есть это говорит о том, что вот этот фактор, значит, существует к нему сопряженной соответствующей стороны, которая и попадает сюда. Вот это вот и есть как бы... Это, собственно, вопрос о наличии сопряженного к функтору факторизации. Он, конечно, не всегда есть. Но если категория имеет все прямые суммы и компактно прождена, есть теорема Брауна-репрезентативити о представимости, как раз доказанной тем же Ниманом, который говорит о том, что существует сопряженный функтор. Так вот, я просто хочу сказать, что вот эта теорема Келлера говорит о том, что ах это у нас фактически здесь любая квази-компактная и отделимая схема. Что мы на самом деле категорию... Замечу, что для гладкого проективного многообразия это то же самое, что категория когерентных пучков. На х, если х гладкое проективное. Ну, достаточно гладкости, на самом деле. Вот. То есть я просто хочу сказать, что вот эта теорема говорит о том, что на самом деле у нас существует вообще-то куча разных способов описать нашу категорию как категорию модулей, но над некоторой дифференциально-градуированной алгеброй. Там нам повезло. Там у нас мы специальные условия наложили, так что наша дифференциально-градуированная алгебра была просто алгеброй. То есть если наш объект был, если помните, сумма исключительных объектов, то его эрхом в себя это есть некоторая ДЖ-алгебра, у которой только одна когомология, нулевая. Потому что нет никаких экстов. А в этом случае это ДЖ-алгебра квази-эквизоморфна, просто алгебри А, вот которые мы определяли, которые есть эндоморфизмы из этого объекта в себя. Мы просто так предположили, что старших экстов нету. Ну давайте тогда напомню определение. Значит, дифференциально-градуированная алгебра или ДЖ-алгебра? А. Это градуированная алгебра АИ с дифференциалом Д степени 1. Дифференциалом значит, что Д квадрат равно нулю, а и выполняется правило Лебница. ДАБ равно ДА на Б плюс минус АДБ здесь степень А стоит. То есть алгебра это частный случай дифференциально-градуированной алгебры, когда И, которая сосредоточена в нулевой компоненте. Дифференциал нулевой. Вся она лежит в нулевой компоненте. Значит, более того, если у нас есть дифференциально-градуированной алгебры, есть алгебра ее кагомологии. Вы можете рассмотреть алгебру кагомологии. Это такая градуированная алгебра кагомологии. Но вот если у вас кагомологии нету, то есть вернее есть только нулевая кагомология, дифференциально-градуированная алгебра, то она квази-изоморфна, то есть ничем для нас не отличается от алгебры. В частности, категория, все над ней категория модулей, вот эта производная, это то же самое, что производная категория модулей над этой алгеброй. Если навесить стандартную декту на алгебру А, ну пусть специальный объект, то... Ничего не останется. Точка останется. Ну, точка останется, да. Неинтересно. Вот. Значит, так вот, я просто хочу сказать, значит, собственно, закончив свой сейчас доклад до обеда, сказать то, что... какая мораль этой теоремы. Значит, мораль этой теоремы такая, что вообще любую категорию пучков совершенных комплексов на иксе можно описать как категорию, связанную с некоторой просто ДЖ-алгеброй. То есть в мире ДЖ-алгебр, можно так сказать, все афинно. Сейчас, давайте я договорю. Значит, вопрос вы сейчас зададите. Значит, то есть, кроме того, так как у нас для любой категории существует генератор классический, на самом деле для любой категории существует огромное количество разных генераторов. Ну, условно говоря, взяли генератор, добавили к нему любой другой объект, он же тоже остался быть генератором. И, соответственно, у вас существует огромное количество различных ДЖ-алгебр, они же от этого меняются все, у которые производно морита эквивалентны. То есть для которых категории на самом деле одни и те же. Поэтому вопрос, скажем, ну вот здесь встает вопрос, что есть описание категории. Ну вот для нас было, например, одно из описаний категории, когда у нас был исключительный набор. Это вот мы взяли и описали эту категорию как представление модулей вот над некоторой алгеброй, как представление Колчана. Это такое хорошее описание. Конечно, здесь у вас не алгебра, а какая-то ДЖ-алгебра. И уже ее контролировать значительно сложнее. То есть как устроена эта ДЖ-алгебра, как устроены модули над ней. То есть нельзя сказать, что это такое уж замечательное описание. Замечательность его стоит в том, что оно всегда существует. Вот. Какой у вас был вопрос? У меня два вопроса. Можно смотреть атом, например, обесконечность алгебры как конкретно надрачная структура, которая состоит за соотношением инвалидов с упражненным в плане демаркетов. А вот здесь у вас есть такой же структура для инвалидов производных категорий ДЖ-алгебра, Как из-за этих структура, которые отвечают на вопрос, когда обесконечность алгебра нет? Значит, а бесконечность алгебры и ДЖ-алгебра ничем не отличаются для начала, хочу сказать. Поэтому я не понял ваш вопрос. Что-то там было. Там тоже нет никакого описания между тем, когда они производно морит эквивалент на бесконечность алгебра. А, но нет такого? Нету никакого описания. Значит, я здесь не говорил про бесконечность алгебры, поэтому и не хочу сейчас, собственно говоря, про них говорить. Но времени совсем нету, да, перед перерывом, тем более. Вот. Давайте я лучше скажу что-то более содержательное. Можно сказать о том, что у нас все не походы. От того, как оно формулируется, когда я смотрю на них, категория с оснащением. Ну вот. Нет, я имею в виду вот. Все это можно писать в терминах оснащения. Ну, там же у меня были очень-очень. И буквально эквивалентность. У меня будет на хома. Квази-эквивалентность будет между ДЖ-категориями. Будет квази-эквивалентность. Вопрос, что такое квази-эквивалентность, это наличие некоторого домика между этими категориями. Так же, как и квази-изоморфизм, это наличие некого домика между комплексами. Там есть, условно говоря, кофебрантная замена для любой ДЖ-категории, но это уж я совсем не хочу сейчас рассказать. На хомах у вас квази-изоморфизм будет? Да. Но только у вас, если есть две ДЖ-категории, не обязательно, что между ними есть ДЖ-функтор. Вот в чем беда. Между ними все-таки домик есть. Существует третья категория над ними с двумя стрелками. Так что вот эти уже функторы, там уже везде квази-изоморфизм. И туда, и сюда. Значит, я просто хочу заметить, например, ну вот я сказал, что существует генератор, да? Естественно, например, вопрос, а как его построить, этот генератор? Как его взять, да? Я хочу просто сказать, что если у нас есть, в общем случае, это непонятен ответ на этот вопрос, скажем там, совсем, а если все-таки у нас есть какое-то квазипроективное многообразие, вложенное в проективное пространство, да, то тогда генератор можно построить из линейных расслоений. Вот вы взяли O от единицы, ограничили его на х, обозначили это через L. И тогда вы можете рассмотреть такая теорема, которая говорит следующее, что если вы рассмотрите O плюс L плюс и так далее, L в степени размерность х, достаточно вот такого взять, то это будет генератор. И теперь некоторый такой, немножко прикольный пример, значит, классический генератор, да. Взяли, например, кривую и взяли O и O линейные расслоения, связанные с какой-то точкой P, O от P. Значит, вот эта их сумма будет генератором. Давайте рассмотрим в случае эллиптической кривой, как, собственно говоря, устроено это O и O от P. На самом деле я просто хочу сейчас продемонстрировать, что все достаточно сложно. Значит, у нас есть O, значит, давайте обозначим O и O от P двумя точками. Какие у нас есть хомы и эксты? Ну, тривиальные хомы я писать не буду в себя, мы их всегда есть, я их не рисую, чтобы не заполнять картинку. У нас есть хом из O в O от P, это одна стрелка, степени 0. И у нас есть степени 1, то есть первый экст, из O от P в O, степени 1. И из каждого из этого в себя у нас есть первый экст, 1 степени, и здесь степени 1. И более того, это я сейчас пишу алгебру экстов из этого объекта в себя. И более того, есть композиции, вот этот нулевой с этим первым дают как раз вот эту вот стрелку. А наоборот, этот первый с этим нулевым дают вот эту стрелку. Понятно, да? Здесь все описано. Что мы здесь видим? Это я описал алгебру экстов из этого объекта в себя. Мы видим, что это алгебра экстов, но никак не зависит от того, какая здесь эллиптическая кривая. То есть, а это алгебра экстов, это к агомологии той ДЖ-алгебры. Или в терминах о бесконечности алгебры, любая, ну, у любой, ну ладно, не буду про бесконечности. Вот, значит, я просто хочу сказать, а с другой стороны, мы знаем, что это генератор. И мы знаем, что категория над ДЖ-алгеброй совершенных комплексов эквивалентна производной категории когерентных пучков на этой эллиптической кривой Е. Ну, категория когерентных пучков на Е, она для любой эллиптической кривой разная, если эллиптические кривые не изоморфны. Это говорит о том, что, на самом деле, алгебра экстов, она не видит этой разницы. Да. А вот, на самом деле, ДЖ-алгебра или обесконечность алгебра, если обесконечность, здесь есть высшее умножение. Лучше, конечно, работать с точки зрения здесь, в терминах обесконечность алгебры. Вот эти высшие умножения, они там где-то видят эту структуру. Надо сказать, что Саша Ефимов когда-то зачем-то захотел это посчитать. Вот. Написал, нарисовал такой текст, где были только флажные формулы, страниц на 8. Вот. И у него где-то на седьмом, седьмая операция в обесконечность алгебры увидела Ж-инвариант. Это кривой. Ну, вернее, он выразил это через Ж2 и Ж3, вот эти вот стандартные для эллиптической кривой приведения, да, Ж2 и Ж3, в смысле коэффициента, когда вы приводите к этому. Вот. То есть там оно где-то видит, а вот так на уровне кагомологии это не видно. Вот это вот просто я хочу этим примером как бы закончить. Спасибо.